Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с ситуацией Армении и Азербайджане. Ну вот, нашел интересную статью. Армяне позавидовали азербайджанцам. Сейчас ознакомлюсь с этой темой. Лишен очень многих атрибутов независимости. Суверенитет Армения просто не понимает, что такое способность жестко ставить свои национальные интересы. Как передает АЗАЗ. Так, сейчас близкий к властям Армении телеграм-канал Баграмян26 бьется в истерике, задавая совершенно риторические вопросы. А с чем связан приступ истерики? Держитесь за стул крепче, иначе вы упадете. С тем, что в Азербайджане был заблокирован сайт Реа Новости, а шеф-редакторы и продюсеры пресс-центра «Спутник Азербайджан» высылают из страны. Да, я нашел эту информацию. Из Азербайджана высылают шеф-редакторы и продюсеры агентства «Спутник». Власти Азербайджана отказали гражданам Беларуси Антоновой Тризна и ее мужу Антону Павлову продлить разрешение на работу в стране. Виды на гражданство этим лица наулированы. Примечательно, что супруги работали в российском агентстве «Спутник». Миграционная служба Азербайджана отказала Веронике Антоновой Тризна и шеф-редактору Антону Павлову, то есть ее мужу, занимающий должность продюсера «Спутник Азербайджан» в разрешении на работу в стране. Начальник управления по связям общественности государства миграционной службы Эльнур Калантарли сообщил, что те лица получили отказ на заявление о продлении разрешения на работу. Автоматически это аннулировано для них и вид на жительство в стране Азербайджане. И видите, такая ситуация, что уже, как бы сказать, их на... Всех этих, которые пропагандисты, которые за армян, как бы поддерживают терроризм там, их всех выслали нахер. В ответ РИА Новости удаляет два интервью с госминистром Республики Карабах Артаком Бегларяном и главред агентства России сегодня публикуют поучительные тексты о том, как нужно защищать преступников в Армении, потому что, по ее мнению, они вместе с Россией. Советует телеграм-канал Баграмян26. В общем, все. А сейчас, кто работает на этих, как сказать, террористов и те, особенно телеграм-каналы, спутники Азербайджана, всех нахер с Азербайджана стали высылать. РИА Новости... В РИА Новости был заблокирован в Азербайджане за то, что там представили трибуну карабахским сепаратистам. Заблокировали, указали причины блокировки. Данный шаг российского государства информационного агентства был расценен как грубое нарушение положений декларации о союнческом взаимодействии между Азербайджаном и Россией. И вот. Мало убрать одно интервью жалкого вида карабахским провокаторам. Нужно в корне менять всю информационную политику. В общем, вот. Азербайджан защищает свои СМИ. Ну и вот в Армении сейчас такая ситуация интересная. Армяне спрашивают, Баку не будет оплачивать таможенные почвы на въезде в Армению? Представляете, что армян волнует вопрос, будет ли азербайджанские транспортные средства иметь право свободного въезда и выезда? Или же будет осуществляться таможенный контроль, таможенные сборы? И вот тут нашел статью, как бы, в армянской прессе. Глава парламентской комиссии Андроник Кочарян так и не смог объяснить, в чем суть облегченного режима проезда азербайджанских автомобилей по армянской территории, о чем говорил накануне глава МИД Сергей Лавров. В общем, сейчас азербайджанцы ездят без всяких поршен, без всяких ограничений. Армяне хотят сделать, чтобы азербайджанцы платили налог. Но, как сообщает это издательство, это упрощенный режим сейчас для азербайджанцев. А Кочарян сказал, более легкий. На уточнение, будет ли действовать таможенный или паспортный режим, во всем мире дорожные коммуникации действуют, и мы также не можем быть против задействования дорожной коммуникации. То на управление, касающее суверенной территории, в конце текста, в общем, он, тут очень так занудным языком, не люблю я вот такие читать эти сводки, их не тупые армянские. В общем, теперь все. Азербайджанские средства не будут платить налоги и никакие поршины при использовании армянских дорог. И журналисты пытались, как бы, докопаться, мол, почему так? Мол, почему азербайджанцы могут свободно въезжать и выезжать? И почему там Армения не собирает эти таможенные контрольные, существуют таможенные сборы? А Кочарян заявил, а у вас возникает какие-либо проблемы, когда вы ездите в Францию, Италию? Разве там речь идет о коридорах? Это совершенно иные единицы. И теперь вот армяне недовольны, типа, что такая ситуация, и что они сказали, что Андрани Кочарян несет бред. В общем, кто выступает против, как бы сказать, за Азербайджан, то сразу их уже начинает гнобить там в Армении. И вот теперь такая информация интересная, сейчас объясню, в чем дело. Кадры сняты азербайджанскими рабочими. Армяне в селе Голодараси, правильно, сейчас, вот я вам покажу. Вот здесь два села такие есть, Лачины тут, вот там армяне живут, оказывается, они живут на, правильно, территории Азербайджана это, и они там, у них села есть, вот, и здесь вид этого села. И такое издательство армянское предлагает зрителям вида, видео, снято азербайджанскими рабочими, передает АЗАЗ. На кадрах армянские жители села Голодараси. Да, и там, представляете, на территории Азербайджана есть целые села еще, где живут армяне. Отметим, что за годы оккупации армяне обосновались на наших землях, на азербайджанских, и считают их своими. Это селение Кичик Голодараси и Бюйг Голодараси. Армяне переименовали в Хиншен, Киров и Мецшен. Сейчас я покажу как раз на карте. Вот тут Киров даже, да, видите, Киров написано. Это азербайджанские села, армяне их переименовали, они живут там. И вот какое-то еще село там, вот тоже рядом. В общем, эти два села оккупировали армяне. Думаю, Ильхам Алиев, если узнает, что там на территории Азербайджана армяне какие-то проживают, а азербайджанцы там работали и засняли, что, говорит, там армянские села. Говорит, представляете, это территория, это практически здесь все уже. Вот только дорога, а здесь все Азербайджан, как бы все, все территории, вот это направление. И все, и получается, что армяне оккупанты. И вот снайпера будут их скоро оттуда, как сказать, выкуривать. Азербайджанские снайпера провели учения для повышения своих профессиональных навыков. Вот, посмотрите. Он уже, видите, готовится отстреливать. Пух, 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 пух. Огонь. Так, в соответствии с планом боевых подготовки на 2022 год в целях повышения профессионализма и совершенствия боевых навыков снайперов проводят учения в азербайджанской армии. Как передает АЗС, со ссылкой на пресс-службу Минобороны в ходе учений снайпер выполняет задачи по выбору огневой позиции в ночное и дневное время, обнаружение в индивидуальном, грубом порядке и уничтожение точным огнем цели, расположенных на разных расстояниях. В общем, вот, азербайджанцы готовятся. Ну, еще такую статью нашел Минвал Азе. В Баку 63-летний мужчина похитил 50-летнюю женщину. Помните, вот, в Кавказской пленнице похищали невесту. В Азербайджане начали мужчины воровать женщин. 50-летнюю женщину украли. На Римановском районе Баку произошло несколько курьезных случаев. 63-летний мужчина решил тряхнуть стариной и отдать дань кавказским традициям похитил с целью женитьбы 50-летнюю Дже Инцалы. Как сообщает Минвал Азе, в правоохранительных органах стало известно, 12 июня в 17 отделении полиции на Римановский район обратился племянник похищенный 86-го года. Жалобщик показал, что ее тетю похитили в 10 утра, утром похитили, видите, его оттащат, жениться, замуж, то есть. Настоящие ее берут. Невесту берут замуж таким образом. Настоящее время правоохранители ведут разбирательство по факту. Если в действиях мужчина обнаруживает состав преступления, то его, соответственно, привлекут к головной ответственности. А если он прямо думал жениться, то отпустят. Так что, видите, в Азербайджане мужчины еще в 63 года еще похищают женщин 50-летних. И, наверное, решил жениться серьезно. Не знаю, женщина там согласна или нет. Но племянник, видите, подал в полицию заявление. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.